Без здоровья невозможное счастье. На территории школы номер 251 остановился консультативно-диагностический центр по здоровью, где каждый ребенок может пройти медосмотр и проверить свое самочувствие. У 13 специалистов. Подробнее смотрите далее в нашем сюжете. Здоровье – это самое главное в жизни человека. Поэтому хотя бы раз в год каждый должен посетить больницу и проверить свое состояние. В этом году автопоезд забота останавливается на территории школы номер 251. Комплекс состоит из двух вагонов, оборудованных для работы специалистов – педиатра, окулиста, лора, хирурга, ортопеда и других экспертов. Данная оздоровительная акция понравилась посетителям автопоезда. По словам пациентов, в городской больнице не всегда можно получить комплексное обследование и записаться на прием. А в оздоровительном центре присутствует основной состав врачей, которые проводят полную и быструю диагностику. Прочитала в газете «Поезд здоровья» и пройти ребенку. Она с 13-го года. Много врачей здесь. У нас проблемы. Зубик вот нашли порченный. Теперь глазки проверим. Я думаю, что это очень хорошо. Потому что как бы у нас специалистов особо нет. Что нуждаются дети в дополнительных осмотрах. Ну и мамы спокойнее будут. Специалисты начали свое путешествие из Владивостока и побывали уже во многих городах Приморья. За все время поездки эксперты повстречали множество желающих обследоваться и проверить свое здоровье. Стоматолог Александра Хижинска участвует в акции уже несколько лет. Я врач-стоматолог. Приехала с «Поезд здоровья» проверять в ваших детках, посмотреть статистику кариеса, как гигиена, проверить работу врачей на месте. Могу сказать, что детки очень ухоженные и красивые. Ну, замечательно все. Мамочки скажут нам спасибо, которым не надо будет время тратить в поликлинике. А они пришли здесь, прошли всю комиссию перед садиком или школой. Так что, я думаю, поезд здоровья и есть в него польза. Посетив большинство мест в Приморском крае, самыми незабываемыми для дантиста стали именно наш же город Фокино и поселок Дунай, рассказывает врач. Вы знаете, я выбрала для себя только вот ваш Дунай и еще в Черниговском районе. Я не такой сильный путешественник. Но могу сказать, что вот уже второй год в Дунай, ну вот в Фокино, Дунай, ваша природа обалденная. Я вот просто неделю здесь находясь, я вот вообще просто восхищаюсь. Море. Вы живете в очень красивом месте. Так что у вас все должно быть замечательно. И здоровье, и детки, и родители. Отметим. Главная задача врачей – это помочь людям и сделать все возможное, что в их силах. Поезд здоровья пробудет в городе еще два дня, а потом отправится домой. В следующем году специалисты снова смогут принять маленьких пациентов и школьников для полного медицинского обследования.